Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Первое, с чего хотелось бы начать, это с некоторых общих впечатлений по вашему тексту, да, не с ответов на вопрос, а именно про общие впечатления. Я мог бы сказать, что чувствуется некая агрессия, чувствуется некоторая напряженность, ну, последняя, естественно, я думаю, что вы сами с этим согласитесь, что напряженность не касается, но вот агрессия, агрессия, это, конечно, куда более интересный момент, который вы можете не осознавать. Агрессия чувствуется в вашем тексте, в первую очередь, она связана с тем, что, на мой взгляд, вы, ну, вот, недостаточно проявляете своих чувств, да, недостаточно проявляете свои желания, опять же, вы здесь можете сказать, ну, так моя проблема, она как раз таки касается именно этого, да. Но, понимаете, в чем дело, во-первых, агрессия чувствуется даже через текст, во-вторых, агрессия связана с некоторым обесцениванием того, что вам хочется, с некоторым обесцениванием своих желаний, может быть, связана с вашим восприятием ваших желаний, то есть того, чего вы на самом деле хотите, недостаточной осознанностью этого. Вот. И, соответственно, вот в этом направлении вам необходимо работать. Агрессия проявляется в том, что вы, ну, как бы, достаточно жестко пишете, вы в какой-то степени указываете нам, что вам советовать, а что нет, что вам рекомендовать, а что нет. Вот. Это, как бы, тоже наводит на определенные мысли, что какие-то варианты вы пробовали, пробовали самостоятельно, а у вас не получилось выдумать, что эти варианты уже не работают, уже не подходят. Данную ошибку совершает достаточно много-много людей, если начинают что-то делать с умствами без, так сказать, руководства специалиста, а потом, соответственно, жалуются на недостаточный результат. Вот. Хотя, ну, безусловно, не исключено, что у вас действительно это не работает, потому что, как мне кажется, проблема кроется немножечко в другом, да, не в том, что вот вам нужно просто вернуться туда, туда, где вы были, да, вернуться, скажем так, в свое детство, потому что, ну, вам было 14 лет, соответственно. Сейчас вам уже 20 лет. Вот. Проблема заключается в следующем. Значит, смотрите. На мой взгляд, какие есть нюансы. Повторюсь, это нюансы, не проблема, нюансы, которые, я надеюсь, послужат ключиками к пониманию того же, в чем заключается ваше, ваше именно трудно. Первое. Это достаточно ранние отношения с человеком старше вас. Казалось бы, всего три года, но в возрасте, когда вы начинали отношения, три года, это достаточно серьезный срок. Можно сказать, что вы в 14 лет еще ребенок, а вот ваш молодой человек в 17 лет уже, в общем-то, взрослый. Хотя, безусловно, номинально, безусловно, что с некоторыми оговорками, но все равно более взрослый, чем вы, это очевидно. Поэтому, есть ощущение, что вы тегасите к тому, кто постарше, тегасите к тому, на кого можно опереться, и, собственно, вы об этом пишете, что мне нужно стабильно, самое то для семьи и так далее. И вот получается, что чувствуете себя вы сами по себе не в безопасности. Нуждаетесь вы в защите. Нуждаетесь вы в защищенности. Это значит, что вами ощущается угроза. Чем может быть отчасти обусловлена агрессия. Чтобы от этой угрозы скрыться, вы вступаете в отношениях, которые максимально для вас стабильны. В какое-то время вас это устраивает, потребность защищенности удовлетворяется, но появляются другие естественные потребности, которые уже в этих отношениях не удовлетворяются. И, соответственно, возникает конфликт. Но конфликт, в основном, возникает из-за самой потребности защищенности, потому что она, по моим ощущениям, у вас несколько невротична, то есть несколько неадекватна той реальности, в которой вы живете. В частности, потребность защищенности связана с проблематикой личных границ, с недоверием себе, с некоторыми страхами, с травматичностью прошлого опыта, который у человека может быть. Дальше идем. Значит, следующий нюанс. Это возраст. Опять же, нужно сказать, что в 14 лет и в 21 год, человек меняется координат. То есть, с 14 до 21 года, человек меняется очень сильно. И то, что для вас было ценно в 14, в 21 год, уже может быть не так ценно. То, что вам было интересно в 14, в 21 год, уже не так интересно. Вы поменялись, но поменялся и молодой человек тоже. И, может быть, вы развились, а молодой человек нет. Вы ушли вперед, молодой человек остался. Да, он остался тем же самым. Но вам, за счет того, что вы развились, что вы сидите дальше него, или у вас просто характер, темперамент такой, что вы более стремитесь вперед. Да? За счет этого вы уже перестали друг к другу подходить. И это очень частое явление в отношениях, которые начинаются столь рано. На мой взгляд. С этим ничего не поделать. Потому что молодого человека не изменишь вас тоже. Вот. Если проблема действительно в этом, а убедиться можно, пообщавшись с вами. То, соответственно, ну, если ничего не поделать, кроме как расставаться или искать какие-то компромиссы. Например, договариваться, например, вместе ходить на семейную психотерапию или, как это называется, семейную психотерапию. Ну, консультирование АПР, еще можно назвать так. Ну вот. А, подкорректировать ваше поведение, чтобы в сигнализме было более гармонично. А, следующий нюанс, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы свой страх, страх потерять стабильность, ставите выше, чем свои желания. Свои желания вы обесцениваете. И, конечно, это связано с тем, что страх более первичный по инстинктам. То есть, ну, человек всегда реагирует на страх более активно, чем на другие желания, которые кажутся не такими важными. Но, тем не менее, человек не гармоничен. Это первое. Первое. Здорово. Вам необходимо свыкнуться с мыслью о том, что страх потерять стабильность, это чисто ваша проблема личной тревожности. Вам необходимо свыкнуться с мыслью, что сейчас молодой человек для вас просто средство. И он будет, и он чувствует, что вы их, что вы их, что вы его обесцениваете. Если не хотите сделать несчастным в себе его, нужно либо перестать в нем нуждаться как средство, а именно поработать со своими страхами, самостоятельно обеспечить себя защищенной стабильностью тем, что вам пределась на семья. Потому что есть некоторые основания думать, что не зачем от хорошей жизни 21 год вас беспокоит тема семьи, когда нужно развиваться и так далее. Ну и в целом, для серьезных отношений достаточно рада, именно для серьезных. То есть, как бы, ну, в современном мире это так. Опять же, кому-то это подходит, да, кто-то чувствует себя в гармонии в таких отношениях, а кто-то нет, вот вы, вы очевидно, что нет и это нельзя игнорировать. Конечно, есть вариант того, что у вас есть запрет на создание семьи, родительский запрет на создание семьи, запрет на серьезные отношения, может быть, страх какой-то серьезных отношений, вот. Но это уже более глубокие темы, на которые можно общаться только уже непосредственно с вами, чтобы здесь не гадать. В целом, вот этот конфликт между страхом и вашими желаниями, его необходимо разрешить. В принципе, не важно, в какую сторону вы его разрешите, главное, чтобы вам было комфортно. Когда вы пишете, что жить в страхе того, что все скроется, это вот тоже про тревожность, это тоже про угрозу, и это тоже про подавление себя. То есть, всегда есть какая-то угроза извне, которая заставляет меня поступать с моими желаниями, из-за чего я остаюсь неудовлетворенный и, как бы, это неудовлетворенность, она все растет и растет и растет. В детстве, в подростковом возрасте, в юническом возрасте, если можно так сказать, с этим справляться легче, но чем человек становится взрослее, тем тяжелее переносит неудовлетворенность, точнее, неудовлетворенность накапливается в человеке и становится больше. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи!